Премьер-министр земель и федеральное правительство Германии договорились о смягчении ограничений в марте. Однако есть коронавирусные правила, которые будут действовать и после. Защитные маски останутся обязательным атрибутом повседневной жизни. Их также необходимо будет надевать в общественных местах и закрытых помещениях. К тому же определенные учреждения даже после 19 марта смогут запрашивать отрицательный тест на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении у посетителей. Между тем немецкие исследователи из Баден-Вюртенберга решили выяснить, как защитные средства влияют на работоспособность людей. Испытуемые под наблюдением ученые делали физические упражнения в разных масках – в обычной тканевой, в медицинской и в FFP2. Исследователи оценили, как от вида маски зависит насыщение крови кислородом, чистота дыхания и общая выносливость. Результат оказался неожиданным. Маски не оказали особого влияния на работоспособность человека. Однако сами испытуемые заявили, что им все-таки трудно было дышать. К другим темам. В целях экономии на отоплении немцы заготавливают в лесу все больше дров. Поэтому власти предупреждают, что самовольный сбор – это просто воровство. Древесину можно собирать с разрешения муниципалитета. А чтобы получить сертификат, необходимо подать заявление в Управление лесного хозяйства или муниципальную администрацию. Обычно сертификат действует от одного месяца до года и стоит разрешение от 5 до 30 евро. В Германии объявили о проведении социальной лотереи «Дом мечты». Есть шанс выиграть индивидуальный дом своей мечты, включая земельный участок, а также дополнительные расходы на строительство общей стоимостью в 1 миллион евро. Врученные средства с продажи лотереи пойдут на благотворительные образовательные проекты. Отель в Нижней Саксонии не заселяет путешественников весом более 130 килограммов. В дискриминации такое отношение к постояльцам владельцы гостиницы не считают. Они называют свое заведение дизайнерским бутик-отелем и требуют соответствующего отношения. Дело в том, что хозяйка оборудовала все комнаты дизайнерской мебелью, но клиенты начали жаловаться на неудобства при проживании. Так одна из кроватей сломалась под весом туриста, а в другом случае люди просто не смогли поместиться на стульях в комнате для завтрака. Именно это, по словам владелицы дизайнерского отеля, и заставило ее опубликовать непривычное объявление на сайте.